Потом у нас с Вами нужно будет только подгладить что-то изнутри, если вдруг там какие-то проблемы, трещины, в целом наш Иисус будет готов. Шапка готова. У кого нет проблем, вопросов, предложений? Дом можно обжечь все-таки в духовке? Нет, я скажу уже. Момент тоже про обжиг, но раз Евгений Витимович так интересуется. Дело в том, что процесс спекания глины для того, чтобы она приобрела твердость, влагоустойчивость, для приобретения глины вот этих свойств необходима температура, которая будет больше 600-650 градусов. Если мы возьмем нашу духовку дома, наверное, 200-350 градусов, и его можно, да, если маму даст, надо добро, можно сушить, но обжечь, это невозможно в домашнем условии. Опять же, я говорю, что температура должна быть почти в 2-3 раза больше, чем то, что есть у нас дома на кухне. Причем она должна быть достаточно продолжительной, то есть там уже 10 минут, а в каком-нибудь от 1-40, чтобы при этом тогда уже делать. Нет, я не знаю, подождать только в школу, кажется, прийти сюда. Она не сможет расколиться. Если у вас в школах есть кабинеты физики, там химии, есть мусорные печи, да, понимаете, с учительом договориться, чтобы там, скажи, ложишь, потому что там печать, но это не такое. Давайте тогда пока вы украшаете, и как-то может укралить нашу информацию, да, я скажу по отцу про то, как это сушить, но не уже будет. Представим. На самом деле процесс сушки изделия достаточно тоже ответственный и продолжительный, и, как здесь отмечено, скорость сушки зависит от способности окружающего воздуха поглощать избаляющуюся воду из глины. Что это значит и что под этим подразумевается? Сушка, самое главное, должна происходить постепенно. То есть ни в коем случае нельзя ставить изделие на батарею, например, где сразу будет какая-то большая температура, относительно большая. Нельзя ставить изделие на сквозня, где будет воздух дуть на него с одной стороны. Изделие должно находиться в наиболее таком спокойном месте, и ни в коем случае нельзя ставить на солнце только что слепленные изделия. То есть максимальный такой чадящий режим, так скажем, это какая-то тень, где нет особого движения воздуха. И вот здесь несколько фотографий показаны как раз в таких, ну, в кончарной мастерской. Сушка, как мы видим, это какое-то крытое помещение, в которое поступает воздух. То есть это типа осенней что-то, или какой-то мастерской. На полках установлены изделия, либо на земле. Если мы говорим, ну, да, о таком, о серийном производстве изделий, то сначала они как раз вот согнут в тени, потом их постепенно уже переносит на солнце, и непосредственно перед самим обжигом сосуды греют, перед огнем. Как еще можно уменьшить риск получения трещин? Можно на первые несколько суток закрыть слепленный сосуд каким-то пакетом полицелленовым. Сделать в нем небольшое отверстие, и тогда процесс сушки не будет с таким быстрым, и станет более постепенно. То есть мы их принесли домой, поставили, накрыли пакетиком, сделали убивочку, чтобы воздух все-таки поступал. И вот этот пакет сняли через день-два, и уже оставили подсыхать без пакета. Вот, и так постепенно окончательно высохнет в деле только через неделю-две, то есть этот процесс продолжительный. Можно подоконник поставить, там же термо внизу батареи есть, а он будет потихоньку все обнагривать. На подоконник лучше я не советую ставить, потому что дует улица. Нет, у нас закрыто, мы не открываем. На подоконник лучше не ставить, потому что там все равно солнце. Что-то есть, кто уже все закончил. Да, тогда мы можем снимать. Давайте мы постепенно. Торжественный момент. Торжественный момент. Видишь? А как мы это домой принесем? Я все выручу, все просматриваю. Так, держи, я тут схватила. Чтобы вытащить этот сосуд. Ну вот у кого-то, теперь можешь перевернуть, а так снимите. Нет, не снимите. Ну вот у меня, например, он снимает так уже, а так нужно вот вдвоем, как сделали у ребят. Один держит вниз, а второй тянется вот эти хвостики. Да, давайте покажем, сравняем. И когда мы вытянем, то можно стать уже, в общем-то, таким достаточно мягким и крупным. Да, мы не только мягким, поэтому пока у нас... Все станет так. Возьмите, вот, возьмите. Вот еще зубчатый, да, который сам... А можно уже? Тут немножко твань будет. Да. Так получилось, то что на шее у нас родится. Видите, надо его расспасать. Ага. Так, вот так. Ну, да, что-то... Да, 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 да. Получилось. Ты же так сильно лучше не сжимаешь, потому что он очень мягкий. Ну да. А как с ним тогда на шее у нас? Да все, ставь, Иван. Как рука с вами? Да, ставь на... Ой, ставь вот так, да, все. Да, финальная часть. Ну, сейчас будут, конечно, возникать проблемы, там, что все... Все, пошли, мы... А где их мы? Я понимаю, здесь можно помочь. Ну, вы, мы здесь вытряно... А, у меня есть дюфет. Врицаки? Да, у нас тут, что все. У нас тут тряпочка? В смысле, вы не светлает? Все, вы... Сейчас я снимаю. Получилось.